вообще такая развязка раньше не было просто прямо едешь все здесь теперь нам надо подмоз куда-то да подмозда уходить сейчас посмотрим нет а может быть по верху да 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 по верху скорее всего потому что вот смотри вот сверху налево а туда прямо это сортировка наверх подняться вот алмата это прям этого вообще не было буквально до лет пять назад мне кажется не было этого сейчас такую огромную развязку сделали что по первой можно вообще подумать куда я попал развернуться развернуться тебе придется долго ехать сались здесь дорога на воду туда мои дачи смотри как видно это вот сортировские дачи сверху и фронта четко видно они рядами ты тык 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 у нас была здесь дачи даже две несколько дач было но далековато далековато чуть-чуть вот эта остановка была вот здесь под этим деревом да автобус постоянно 27 останавливался интересно изменений очень много да по моему вот здесь уже начинается компаний прям вот вот здесь дачи сразу за ним да потому что видно вон пятиэтажное здание а раньше это было по моему там говорили дедом здесь была заправка с левой стороны ее разобрали вот очень много изменений поэтому кому интересно могут приехать да вот посмотреть вот этого детский да 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 пишет одна такая пятиэтажка и но за ним наверно вот видишь много еще всего разобранного видать это может был как какой-то комплекс до комплекс и вот здесь очень много своих домов частный сектор сюда наверное пришел один из первых поездов же да и вот здесь вот смотри домик какой-то магазин вот этот вообще-то будет классно шиномонтаж появляется вдоль дороги но здесь большая территория в плане частного сектора до много там домов но я за много с ремонтом хорошие домики такие и вот вдалеке тоже вот заброшенные дома есть вот смотри какой много строят еще довольно нет он не заброшенный нет это что я не знаю что это это как будто как мой школа или учебное заведение не но здесь оживлено я бы сказала людей много живет ну и вот налево это караганда ассортировочная мы сюда уходим прямо это на каркаролинск майкудук вот туда в ту сторону мы уходили налево здесь есть и коттеджные дома это все новострой уже ну да конечно это понятно и кстати достаточно много да вот с левой стороны нет вообще такие маленькие землянки прям видна старые построить да разрушенные есть ну вот на их местах образовываются такие вот строятся такие коттеджи коттеджки кстати тоже есть того времени еще на да пластиковые окна у многих тоже стоят уже забравки начинаются различные предприятия вот она порная вышка какая-то пожарная часть здесь рядом пожарка вот здесь очень много домов конечно и они достаточно большие на двух хозяев это не коттеджи это двухэтажки правильно? это прям жилые да многоквартирные мне кажется ну там на два на двух хозяев хозяина двухэтажные вот такие коттеджи да и вот так до конца по левую правую сторону свои дома это улица дружбы ну очень длинная кстати вот действительно вот Рустам говорит будет только частный сектор и это действительно так длинная улица и только частный сектор есть разные дома есть но построенные есть старых построек да прям вот видно рамы даже окон оформлены по старому типу там что-то интересное было да интересно здание такое голубое давай вернемся а здесь вот трехэтажки по-моему да ой да вот этот дом интересный это мы подъехали интересно к чему сейчас посмотрим это железнодорожная охрана нифига военизированная все серьезно вот это больница вот это вот серая? да вот это больничка наверное все таки с той стороны это и есть больница это просто старое какое-то здание там вот дальше да тоже что-то голубое где-то дворец железнодорожников ну мы тогда по-другому заедем туда да мы сейчас поедем посмотрим что там было такое светло-светло-голубого светло-голубого да а потом вернемся оставим машину и пойдем гулять пешком про вот это здание мы говорим да это больница все таки наверное старое здание больницы видишь там да 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 там герб медицинский такой чердак такой треугольный и теперь есть получается новый да это железнодорожный госпиталь вот так вот взрослая поликлиника кстати про нее а ее очень многие хвалят и даже из караганды специально хотят найти как бы возможность допустим пройти здесь лечение тоже вот здесь вот интересное здание большие прям вообще сейчас найдем где оставить машину и пойдем пешую прогулку делать вот колледж отсюда видно колледж железнодорожников такие крыши да обалденный крутые так у нас главная дорога ну все давай паркуем машину короче мы решили подкрепиться бананами и потом и потом отправляемся да гулять свою прогулку с улицы дружбы здесь такая большая площадь сегодня все отдыхают людей не так много как бы все закрыто но что хорошо погода знаешь такая теплое солнышко пойдемте пешим прогуляемся красивые балкончики смотри видишь окно деревянное подоконник такой интересный это тоже для цветов как нам объясняли и вот отсюда виднеется орнамент вот здесь вот под окошком да за старость и стерлось вообще что там было изображено не совсем видно да но мне кажется что то советское мне кажется наши подписчики дадут точно и полное объяснение здесь также вход во дворы и вон тот вот балкан мне понравился деревянный ты видишь отсюда кстати вон виднеется церковь голубая точно 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 голубая крыша белые стены мы туда конечно обязательно еще подойдем но попозже да здесь вообще смотрите во первых да вот этот балкон срезанные пирамидкой сделаны и вот эти вот балконы тоже очень интересные они маленькие такие маленькие но где окошки да чуть чуть шире да и вот этот вот тоже интересный маленький откормленные воробушки большие крупные такие прям был какой-то вход видимо в подъезд сейчас я думаю может быть с другой стороны как-то сделано да очень интересно дошли мы до колледжа железнодорожного может быть кто здесь учился кто будет смотреть это видео ставьте лайк обязательно у нас тоже есть знакомые кто заканчивал именно этот колледж и его хвалят хорошие стипендии здесь на самом деле также вот я думаю может либо это корпуса либо какие-то отделения может быть другие все-таки уже организации вот этот дом вдалеке виднеется который мы снимали у него наверху такой чердак треугольный и сверху еще смотри пристройка будто какая-то смотровая смотровая вышка ага а вот здесь вот кстати справа мне на карте показали что это достопримечательные сортировки подойдем поближе здесь летом наверное все-таки вот эта аллея вот она подсвечивается и видно вон там есть лавочки турники такие для занятия спортом аллея такая сортировская просто сейчас все в снегу и не так ярко выглядит пойдем поближе к казану надписи и таблички никакой нет но вот местные знают наверное и мы вот по карте увидели здесь наверное много различных историй почему вообще здесь поставили его да кто знает напишите ну почему-то зацепило нас вот это здание и с того угла посмотрели с этой стороны очень понравилось если его отреставрировать покрасить да будет вообще четко ярко прикинь здесь вот летом листва зеленые и каким-нибудь таким желтым да оранжевым даже не знаю да интересно какие квартиры вот именно вот здесь вот где вот такой вот балкончик высокие потолки наверное как всегда и большие квартиры просторные короче мы решили перейти дорогу вот оттуда да и зайти в парк железнодорожников а здесь высокий трехметровый мне кажется забор если не выше но кое-где есть такие отверстия куда можно заглянуть и посмотреть что там и да это стадион смотри с той стороны кто-нибудь телефон выдержит я надеюсь что нет ну все пойдем обойдем дай его и погуляем там представляешь что мы сейчас обойдем и там был нормальный вход да да есть вход мы только что пришли отсюда снимали вон там вот в той дырке а тут оказывается открытое пространство где можно тоже все заснять этот стадион вы как раз уже пришли на ДК да дворец железнодорожников и отсюда вот виднеется такой серп и молот сквозь аллею пойдем к ней поближе с правой стороны стадион ну сейчас он закрыт там по-моему сделали ремонт вот обилие здания главное здесь фонари не знаю насколько это все работает насколько это все используют ну скорее всего летом футбол все-таки играют а также вот с правой стороны это здание бассейна по-моему бассейн дельфину называется да я вспомнил мы сюда приезжали плавать было время один из самых таких крупных ну и известных бассейнов он отрезвенеется осталась вот старая вывеска название дельфин в принципе ухоженное здание на вид все чистенько территория лавочки где отдохнуть можно после плавания родители привозят детей здесь сами на лавочке могут летом подождать отдохнуть стадион кстати называется лакомотив вон там виднеется надпись и здесь такой вот серый молот до сих пор он сохранился в прихоне был в двадцать первом вот такой же за автостанцией его потом видать куда-то дели а здесь до сих пор он вот так присутствует и с правой стороны вот такой огромный дворец железнодорожников сейчас попробуем найти главный вход посмотреть как он выглядит свежепокрашенный побеленный если честно для меня это как будто какой-то замок сказки есть такое вот эти башни разные этажности поэтому выглядит очень массивно интересно лестница была ну мне кажется ее сейчас просто не используют колонны вот свежепокрашенные да классно вот мы подошли главному входу ДК я изумлена настолько красивое здание я Руслама говорю какое же оно красивое огромное да помпезная лестница очень большая такая летняя здесь терраса мне нравятся лампы освещение очень тоже красиво там кстати вот есть табличка и написано что в этом здании в годы Великой Отечественной войны с 1942 по 1943 год размещался Ивакогоспиталь Ивакогоспиталь 3414 это да вот табличка вот беленькая да 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 ага очень красивое здание прям хочется стоять немножко рассматривать если честно вот этот вот балкончик тоже классный на третьем этаже и на втором насколько я понимаю решили подойти поближе сюда вот к табличке разглядеть ее там такие две ветви и в центре красная звезда сколько лет вообще этому зданию мы обязательно вставим здесь более дополнительную информацию вообще когда было это все построено все посыпают песком потому что тоже очень скользко очень много льда поэтому все посыпано усыпано здесь такая елка подарок и два таких елочных шара они вечером подсвечиваются видно тоже все сверкает и большая огромная такая территория здесь раньше был парк насколько я помню аттракционы различные но сейчас почему-то нет здесь даже было колесо обозрения одно время наверное все таки его тоже уже демонтировали и вот вот там дальше мы сейчас туда подойдем где катаются дети на санках на ватрушках по-моему в той части было озеро искусственное но потом оно тоже пересохло и сейчас территория выглядит вот так появились новые лавочки новые фонари детская площадка небольшая и отсюда доносятся звуки работ именно на самом ЖД вокзале они здесь не прекращаются круглые сутки потому что это караганда сортировочная называется станция и все проходит именно через эту станцию здесь все составы здесь в этом здании кстати также располагается библиотека библиотека да есть еще ну вот так вот правда круто очень рады что сюда сегодня заехали добрались и мы идем гулять дальше по территории по территории парка посмотрим что интересного нам удастся найти через дорогу виднеется мечеть а пойдем посмотрим на чем катаются детишки насколько там весело да верника говорит смотри какой медведь я думаю где там медведь а там пес оказывается белый ну да большой а тут напрокат можно брать получается ватрушки да вот здесь было озеро не знаю есть ли оно сейчас вообще летом но каток есть каток и горка очень много людей сегодня гуляет горка небольшая правда иди покатайся короче у всех каникулы дети отдыхают гуляют я просто проводят время на свежем воздухе а вероника вместе с ними смотри здесь что-то было тоже видать осталось еще фундамент да здесь вообще было колесо обозрения в этом парке представляешь тут были вот эти веселые горки по-моему ромашка да здесь очень много было различных этих аттракционов и каруселей парк был большой ну видать все уже в негодность пришло это надо все как-то же содержать реставрировать и скорее всего просто это демонтировали да лето мы бы не увидели бы отсюда в его декаб а сейчас нет лиси поэтому в принципе все можно разглядеть так здесь видать людей немного ходит но нам надо все-таки отсюда найти уже выход тоже различные пристройки двухэтажки здесь дома смотри непонятное какое-то помещение было с отверстиями может быть либо для воздуха ой двухэтажки тоже интересные все-таки я хочу к ним подойти вот таким бы цветом покрасить то большое здание и было бы тоже очень круто и в подъездах даже окна до сих пор деревянные да смотри прям а вот эти вот смотри маленькие окошки это что интересно это мне кажется либо санузел либо кухня наверное что-то такое да и вот несколько пару домов отсюда по крайней мере точно видно рядом гаражи такие для нужд это улица маметова да вот эти двухэтажки именно находятся и вот вот те дома тоже находятся на улице маметова новая площадка а здесь есть козырьки смотри и в подъездах окошки деревянные но больше чем в той двухэтажке ну и здесь вообще немножко по-другому вот эти маленькие окошки они не справа а посередине да да возможно другое расположение в квартирах козырек тоже правда ему не помешало бы его отреставрировать но он все-таки красивый такой окна конечно да интересно на чердаке лестница пожарная смотри почтовый этот был прикольный да так почту ну-ка все письма свои забрали ну да он уже конечно не действует но идея прикольная вообще они на замках значит были на ключиках смотри вот этот закрыт вот этот закрыт вот эти вот открытые вот этот тоже закрыт интересно да Вероника разглядела здесь мозаику на доме сейчас тоже ее обязательно снимем двухэтажки кирпичные о из другого вообще типа да эти двухэтажки они кирпичные такие немножко современный лад в другого времени постройки сразу заметно посвежее может быть да и четырехэтажный вот такой дом на нем мозаика и там мозаика да четырехэтажек вообще не так много в Караганде но здесь по-моему вот сортировки их хватает мозаика так там квадрат был а здесь здесь вот такая ракета и на ней написано СССР ваа прикольно вообще слушай ну ракета конечно огонь до сих пор это кирпич такого цвета или краска такая просто сколько лет ее я не думаю что их наверно там кирпич такой да навряд ли их там освежали как-то особенно вон сверху ну цвет вообще свой не теряют они пойдем карлабак я от бабочки ушел а здесь мозаика тоже ну она как-то пол дома в одном цвете потом кирпич да балкончики встроенные магазинчик на первом этаже ага по-другому так все выглядит ну мозаика крепкая вот в смысле прям наверное сколько лет специальный какой-то этот вид да все это вот адрес моментова 119 там двухэтажки они такие вот в принципе попроще именно по архитектуре по новей наверное выглядят так более посовременнее там вот вдалеке серую отреставрировали да побелили ага покрасили вот люди гуляют со своими песиками собачками а мы возвращаемся вот сюда в сторону парка да пойдем там есть памятник надо посмотреть подойти к нему я не знаю что это за здание но вот сбоку можно увидеть год постройки 1979 мне почему-то ощущение как будто это как казахтелеком да казахтелеком средство связи какое-то есть такое но там вот сейчас находится нотариус ну и скорее всего офисные помещения это правда а нет это тимаржило здание железнодорожников классные балкончики классные дома вообще и хорошая погода сегодня всех с новым годом еще раз так все хорошо но да просто не почищено вообще не знаю ну вечный огонь наверное наверное да только вот видна дата 1941 1945 наверху вот такая вот звезда ссср победа вот так вот он выглядит нет ничего не видно да вирус все все во льду все занесло ничего не видно все под снегом короче мы не хотим показывать что находится за памятником просто люди которые здесь живут сами все знают сами видят и наверное над этим надо все таки задуматься и не делать такие вещи мы сейчас на улице победа 104 здесь вдоль дороги однотипные двухэтажки оранжевого цвета и мы хотим пойти дальше уже тоже ближе к центру короче надо чуть-чуть погреться посидеть в машине телефон тоже замерз мы чуть-чуть подмерзли а пока остановились возле магазина Арзан он сейчас называется именно так вот так вот он выглядит здесь мозаика на доме ну именно на первом этаже вот здесь вот зелененькая да сам дом сколько это пятиэтажного да если считать магазин то да да и вот такие вот напротив трехэтажные дома сейчас проедем дальше и повернем налево вот эта машина смотри 2022 с новым годом с новым годом но у него расписано раскрашено до сих пор вот такие диспетчера здесь работают точка да таксиста а вот здесь смотри футмарт у нас в Караганде строймарт тут футмарт такой же голубой цвет да все чуть-чуть отогрелись в машине подзарядили телефон решили прогуляться дальше и здесь с левой стороны вот церковь подойдем сейчас поближе к ней о на закате церковь вообще так красиво подсвечивается солнцем с той стороны просто обалденно вот так это все выглядит местное православное религиозное объединение приход благовеченского храма города Караганды карагандинской шахтинской епархии на закате правда там такое солнце так ярко все подсвечивается ну все мы наверное сейчас еще прогуляемся здесь чуть-чуть по райончику потом сядем на машину да проедемся на машине поедем съездим до вокзала и поэтому отправляемся сейчас кружочек дадим и в машину сареарканан хлеб вон там орда ресторан и такая огромная вышка туда уже сейчас подедем на машине о какой киоск такси очень много здесь видать таких такси фарт называется вроде работает да свет горит мы доехали до самых крайних дворов верхней сортировки и на одном из домов увидели вот такую табличку верхний двор дикий двор 1980 год очень интересно что она символизирует кто знает обязательно напишите то покажите ну ты 구�ỹ и я обwinning ined вообще я вижу нам уже есть разные из три Продолжение следует... Мы снова вернулись к площади, с которой начали, и решили проехаться до вокзала, посмотреть, как выглядит он. Такие остановки сейчас редко встретишь. Привокзальная площадь и сам вокзал небольшие. Здания вокзала одноэтажные. Напротив него установлен вот такой памятник. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... вот такая прогулка по сортировке у нас получилось в принципе очень интересно особенно архитектура порадовала здание громадные объемные большие высокие и видом таким могущественный такое ощущение как будто то ли кинотеатр может быть был данным потом-то видно кафе как бы интересно что до этого было потому что здание необычно может быть всегда кафе было железные заборчики такие высокие мы подъехали я так понимаю вот к школе до школа 85 по моему всего штуки 3 в сортировке и вот одна из них такая прогулка у нас получилось по сортировке на 85 школе мы говорим всем пока до новых встреч увидимся всем хорошего настроения и пока